В первой части я покажу подводящие упражнения для ползания. Они направлены на три группы мышц. Первая – это спинка. Прижимаете ребёночка к себе, удерживаете его ножки и начинаете поднимать и опускать. Сама начинаем угибаться, чтобы он поднял спинку. На пресс упражнение похожее. Держим верхнюю часть, ножки подтягиваем кверху. Это же упражнение можно делать и лёжем. Ты моя красота! Чё ты так красотулечка? Ножки вместе и кверху. Это упражнение похоже на то, которое делают взрослые. Вверх. В диагональ. Есть усложнённый вариант. Я его использую с кровати. Я попочку ребёночка освобождаю и даю возможность подтянуть ему самому. Чика-чика-чика-чика-чика! Давай поднимаем! Чика-чика-чика-чика-чика! Красота моя! Давай, молодец! Раз! Давай ещё раз! Два! Молодец! Три! Теперь давайте посмотрим на упражнения для рук. Одно из них из динамической гимнастики. Называется макак. Если у вас уже хорошо получается это упражнение, усложняем. Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Ух! Так! И планочка. Планочка усложнённая. Классическая планка. Это когда вы просто держите ребёночка за талию и даете ему возможность поднять ножки и головку. Вот так! Молодец! Рэн, молодец! Усложнённая планка. Это когда вы держите его за ручки. Большой палец кладёте на задушку. Оп! И делаем всё то же самое. Давая ему возможность облокотиться на свои ручки. Да. Хоп-па! Хоп-па! Делаем эти упражнения, пока ребёночек в хорошем настроении. Также его можно привести в хорошее настроение. Просто подкидываем. Дети очень любят это. Вот так. Хоп-па! Оба-на! Молодец! Ну и в принципе всё. Этих упражнений достаточно для того, чтобы накачать мышцы. А если говорить уже о ползании. То основное упражнение это тачка. Когда мы поддерживаем попочку. И даём возможность ладошками. Давай-давай, сынок. Вот молодец! Красота моя! Давай ещё ладошками понаступать. Ну ты, красота моя! Не хочет он. Ему нравится на животике. На животике ему нравится. Вторая часть направлена на нижнюю часть тела. Тут мы помогаем ребёночку подогнуть ножки. Ну, начинаем с классических подталкиваний. Ему ножки... Ой, это красота моя! Поползла сразу. Вот и мой мальчик. Мы позволяем тать на ручки. А вы подгибаете ему попочку. Попочку давай вот так. Хоп! Давай попочку, попочку подгибаем. Давай. Хоп! Также один из способов, это использовать либо полотенце, либо плед. Подложить под животик. Красота! И помочь вашему ребёночку поползти. Давай, покажи. Я заметила, что у него правая нога работает лучше, чем левая. Поэтому нагрузку на левую ногу я даю дополнительно. Давай, давай нагрузку. На левую ногу. Сынок! Давай, ползём. Ух ты, красота моя! Молодец! Даже можно это делать упражнение на полу. На полу. На полу. Для того, чтобы он не сразу упал. И даю возможность немножечко посидеть в такой позиции. Давай. Опа! Меня зовут Ангелина. Мне 26 лет. И я мама маленького сына Рэма 6 месяцев. Точнее, 6 месяцев нам будет только через недельку. Я решила снимать самые полезные видео о воспитании детей для таких, как я. А ещё я хотела бы попробовать себя в ежедневных влогах. Поэтому, если тебе интересно, напиши в комментариях «хочу». Также я хочу сказать, что для наших детей не так важно, когда они поползут, а то, как мы проводим с ними время. И те упражнения, которые я показывала, они настоящая игра, полезная, которая радует и наполняет счастьем и родителя, и ребёнка. По нормативам, ребёнок должен поползти между 5 и 6 месяцами слегка. И уже хорошо поползти к 7 месяцам. Но не думаю, что стоит вообще равняться на какие-либо нормативы. Потому что дети — это сама мудрость природы. И поэтому дети сами знают, когда и что им нужно сделать. А мы можем только им дарить любовь и внимание. Поэтому увидимся в следующем видео. Надеюсь, я была вам полезна. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok